МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встреча ветеранов Атомтранса. У нас вроде бы не юбилейный, тем не менее у нас ожидается достаточно большое количество высоких гостей. Десногорск готовится отметить свой день рождения. А теперь об этих и других событиях подробнее. На предстоящих выборах 18 сентября в области будет использоваться 80 комплексов обработки избирательных бюллетеней, сокращенно КАИБов. Эти средства технического оснащения избирательных участков позволят сделать выборы максимально прозрачными и помогут не допустить фальсификации итогов голосования. Восемь таких комплексов будут установлены в Десногорске. Голосам смолян на выборах в Госдуму по двум избирательным округам добавятся голоса жителей зарубежных территорий. Так, голоса 31 тысячи россиян, проживающих в израильской Хайфе, будут приплюсованы к голосам населения южных районов Смоленщины, Рославльскому избирательному округу. А избирателей россиян, зарегистрированных в столице Молдови и Кишиневе, а это 41 тысяча, к смоленскому, включающему северные районы региона. Около 50 смоленских вертолетчиков улетят на сборы на Северный Кавказ. В течение двух недель экипажи вертолетов будут отрабатывать полеты и маневрирования на предельно малых высотах в условиях высокогорья. Кроме того, смоленским пилотам боевых машин предстоит на практике выполнить взлеты и посадки с малых необорудованных площадок на высотах от полутора до трех тысяч метров, в том числе и в темное время суток. Банда черных риэлторов из 15 человек была создана в Смоленске и орудовала в городе и в Москве с 2002 по 2014 годы. В группировку входил и бывший заместитель начальника управления МВД по Смоленску. Преступники похищали алкоголиков, наркоманов, сирот и стариков, у которых не было связи с родственниками. В основном после завладения их квартирами похищенных людей убивали. Эксполицейский уже отбывает наказание в колонии строгого режима. Его соучастники – 11 человек – арестованы. Остальные находятся в розыске. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, для того, чтобы завладеть квартирами, лидер преступной группы имитировал обыски у потерпевших, заявляя о том, что те совершили изнасилование, а также другими способами обманывал хозяев квартир, склоняя их к продаже своей недвижимости. Организатора банды обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и в подстрекательстве к убийству из корыстных побуждений. Расследование уголовного дела в отношении остальных соучастников преступлений продолжается. Томоженниками пресечен ввоз в Россию из Белоруссии партий турецкого винограда и двух партий свежих шампиньонов польского происхождения. Документы на груз отсутствовали. Ввоз данных товаров в Российскую Федерацию запрещен. 20 августа на Смоленщине открывается охота на водоплавающую болотно-луговую, полевую и боровую дичь. Об этом сообщили в областном департаменте по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания. А также напомнили о существующих запретах в сезон охоты. В Десногорске продолжает работу проект «Старшее поколение». 11 августа ветераны и пенсионеры Атомтранса встретились на родном предприятии. О том, как прошла встреча, расскажем в нашем следующем сюжете. В стенах родного предприятия за чайным столом собрались более 30 неработающих пенсионеров Атомтранса. Директор Михаил Лосенко приветствовал ветеранов своего предприятия. Он рассказал коллегам о том, как сейчас развивается Атомтранс, какие задачи приходится решать в условиях экономического кризиса. Семь юбиляров получили памятные адреса и подарки. Также каждому гостю Михаил Васильевич вручил удостоверение гражданин страны Росатом и сувениры. Все присутствующие согласились с предложением сделать такие встречи традиционными и встречаться ежегодно в День автомобилиста на родном предприятии. В Орле торжественно открыли памятник от Литы Смоленске. Четырехметровый символ города из бронзы – подарок 450-летию Орла. Бронзовый орел обосновался на привокзальной площади. В Темкинском районе Смоленщины прошли съемки нового шоу «Первого канала Три богатыря». В центре внимания девушка и трое мужчин, которые будут выполнять разные задания, придуманные героиней. Шоу планируется к показу в конце сентября. Пополнился список студентов Смоленской физакадемии, завоевавших медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян в составе сборной России по спортивной гимнастике стали серебряными призерами Олимпиады в командном многоборье. Еще одну серебряную медаль в составе мужской сборной по спортивной гимнастике подарил стране Никита Нагорный, также студент Смоленской физакадемии. Студенты Смоленской академии спорта, ставшие призерами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, получат премии из материального фонда ВУЗа. За золотые медали студентам-олимпийцам выплатят по 100 тысяч рублей, за серебряный – 50 тысяч, за бронзу – 30 тысяч рублей. 10 сентября мы будем праздновать День города. Уже создан и работает оргкомитет, на заседании которого побывала наша съемочная группа. Меньше месяца остается до нашего главного праздника – Дня города. В программе празднования запланированы традиционные мероприятия – шествие трудовых коллективов и концертная программа. Также традиционно будет обновлена городская доска почёта. На заседании оргкомитета было решено отразить в оформлении праздничной колонны юбилей полёта в космос и тематику года российского кино. Праздничная колонна будет строиться на привычном месте и в той же последовательности, как в прошлые годы. Во главе колонны пойдут ветераны, первостроители и участники проекта «Росатома. Слава Созидателям». После парада на городской эстраде состоится награждение и большой праздничный концерт. Своё участие в нём уже подтвердили солисты проекта «Голос». Рядом с эстрадой будет организована торговля шашлыками и сувенирной продукцией. Планируется организовать баскетбольный турнир, посвящённый Дню города. Праздник завершится красочным фейерверком. Следующее заседание оргкомитета состоится 19 августа, где уже окончательно утвердят сценарий, схему колонны и маршрут шествия. Предстоящие выходные богаты на праздники. 13 августа горожане отметят День физкультурника и примут участие в состязаниях по бадминтону, баскетболу и весёлых стартах. А после обеда на городском пляже – большая праздничная программа. 14 августа в 18 часов на летней эстраде состоится концерт, посвящённый Дню строителя. Также в этот день православные отметят Медовый спас. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. Всем хороших выходных. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok